Привет, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал выгодных покупок. Если вы подыскиваете для себя не очень дорогие токовые клещи, но при этом с широким функционалом, или просто интересуетесь измерительными приборами из Китая, у меня для вас хорошая новость. Сегодня изучим интересную модель токовых клещей от компании GVDA. Итак, сегодня в центре нашего с вами внимания окажется модель токовых клещей от GVDA GD166B. Подробнее о функционале поговорим попозже, а сейчас лишь отмечу, что эта штука по сути является полноценным мультиметром с возможностью бесконтактного измерения как переменного, так и постоянного тока до 600 А. А еще это первые на моей практике полностью автоматические токовые клещи, которые могут сами выбирать режим измерения, а также диапазон. Поставляется приборчик в симпатичной картонной коробке, привычного для GVDA дизайна. На коробке видим изображение устройства, а точнее сразу нескольких его модификаций, а также список характеристик каждой модели. Как я сказал ранее, у меня версия 166B, наиболее на мой взгляд удачная. Есть также версия 166A, она не умеет измерять постоянный ток, и версия 168B, она имеет немного иной зажим. Внутри коробки уложен жесткий кейс на молнии, и уже в кейсе находятся сами клещи, щупы, термопара и инструкция. Что касается цены, отдать за устройство придется около 37 долларов, что по странному курсу Алиэкспресс на момент съемок составляет 3000 рублей. Для китайских токовых клещей это среднебюджетный сегмент. Например, менее функциональные Aneng ST209, которые мы использовали в прошлом, можно купить за 2000 рублей, а продвинутые Kevitz HT208D обойдутся примерно в 4000. Кстати, забавно, но точно такие же клещи с некоторых пор можно приобрести и под брендом GVDA. И да, невероятно, но факт, в чем-то GD166B даже круче более дорогого собрата. Тут пару слов скажем для тех, кто мало знаком с подобными измерительными приборами. Как известно, измерять ток можно и при помощи обычного мультиметра, но такой способ имеет ряд ограничений. Мультиметры часто могут измерять ток не более 10, реже 20 Ампер. А также, чтобы произвести измерение, вам необходимо будет разорвать цепь и подключить щупы в этот разрыв, то есть подключить мультиметр последовательно. Ну а клещи позволяют, во-первых, проводить измерения без разрыва цепи, а во-вторых, способны измерять в десятки или даже в сотни раз более высокие токи. Собственно, для целей бесконтактного подключения GD166B оснастили захватом. Открывается захват при нажатии на клавишу и позволяет одеть клещи на проводник диаметром до 28 мм. Максимальная ширина токопроводящей шины до 38 мм. Небольшими рисками на зажиме обозначено оптимальное положение проводника внутри контура. Также на неподвижной части зажима имеется посадочное место для размещения щупа. В ряде ситуаций очень удобная штука. Далее рассмотрим корпус прибора и выполнен он целиком из добротного матового пластика красного цвета. К сожалению, резиновые вставки, которые могли бы добавить устройству ухватистости при использовании, по бюджету, видимо, не прошли. Несмотря на это, клещи весьма неплохо лежат в руке. Все органы управления четко ложатся под палец. Кому интересно, габариты устройства составляют 197 на 78 на 27 мм. Если говорить о массе клещей, то она составляет 236 граммов. И это с учетом уже установленных элементов питания. Теперь более внимательно изучим лицевую сторону устройства. Так, в верхней части находится светодиодный индикатор. Под ним поместили кнопку выключения и пиктограммы, указывающие на доступный режим работы. Здесь же видим пометку True RMS. Это похвально. Чуть ниже находятся еще три кнопки. Первая отвечает за активацию полностью автоматического режима работы. И она же позволяет выбрать нужный режим вручную. Вторая кнопка позволяет зафиксировать максимальное или минимальное значение показаний. И третья кнопка отвечает за выбор под режимов работы. Управление максимально простое и позже я это продемонстрирую. Хотя, естественно, адепты дискового переключателя будут со мной не согласны. Теперь давайте воспользуемся кнопкой включения и изучим непривычно крупный для токовых клещей дисплей моего любимого и BNT типа. Такие дисплеи примечательны тем, что создают эффект, при котором светятся как будто сами символы. Читаемость таких дисплеев при искусственном свете или тем более в условиях недостаточной освещенности выше всяких похвал. Однако, справедливости ради отмечу, что такого типа дисплеи весьма прожорливы и прилично слепнут под прямыми солнечными лучами. Диагональ дисплея 2,15 дюйма, а размер 36 на 42 мм. На стоп-кадре видно, что он способен вместить немало информации, будь то основной и дополнительные показатели, выбранный режим работы, единица измерения, аналоговая шкала и так далее. Также на дисплее присутствует индикатор низкого заряда элементов питания. Ну и да, к слову о том, в чем эти клещи обходят более дорогого собрата. Как видите, дисплей у GD166B существенно крупнее. Хотя, не буду отрицать, почти вся дополнительная область занята хоть и наглядным, но в целом достаточно бестолковым индикатором выбранного режима работы. Помимо лицевой, рассмотрим и другие стороны. Так, на нижнем торце разместилась пара терминалов стандартного размера для подключения щупов. Верхний торец радует наличием белого светодиодного индикатора, направленного в рабочую область. То есть на зажим. Включается этот фонарик длительным удержанием вот этой кнопки, расположившейся на правом торце. Эта же кнопка при коротком нажатии замораживает показания на дисплее. А вот так работает этот фонарик. Как видите, он не особо яркий и часть его света упирается в зажим. Но в целом, во многих ситуациях его будет достаточно. Ну и да, в темноте просто нельзя не обратить внимание еще раз на дисплей. Как я и сказал, в условиях недостаточной освещенности он раскрывает свой потенциал максимально. И наконец у нас остается задняя сторона. Тут мы, к сожалению, не находим откидной подставки. Зато находим крышку батарейного отсека, которая фиксируется всего на одном винте под крестовую отвертку. Откручиваем этот винтик, снимаем крышку и под ней обнаруживаем посадочные места для трех батареек формата 3А. Жаль, что GVDA все никак не дорастет до использования литиевых аккумуляторов в своих измерительных приборах. Потребление устройства измерим попозже. Теперь, что касается функционала. Загибайте пальцы. Так, эта штука позволяет измерять постоянный и переменный ток до 600 А, напряжение постоянного и переменного тока до 600 В, а еще сопротивление, емкость, частоту, скважность и температуру. Кроме этого, есть прозвонка диодов и цепей, бесконтактное детектирование напряжения, определение фазного проводника. А для тех, кому необходимо измерять кратковременные пусковые токи, завезли режим InRush. Диапазоны измерений сейчас перед вами. В общем, как вы поняли, функции у этой штуки, как у хорошего мультиметра, дополненного бесконтактным измерением тока. Что сказать, пока что за свои 37 долларов устройство выглядит весьма неплохо. Один только режим InRush чего стоит. Теперь предлагаю испытать устройство хотя бы на том уровне, который доступен нам. Да, я прекрасно понимаю, что вам бы хотелось испытаний с участием дорогущего поверенного оборудования, но это пока не про наш канал. Так что тестировать будем путем сравнения показаний с другими приборами. И начать я хочу с быстрой демонстрации фишки этой модели, которая опять же выделяет ее даже на фоне более дорогих устройств. А именно с полностью автоматического режима работы. Итак, давайте запустим клещи. Обратите внимание, в момент запуска происходит калибровка устройства. Теперь на экране высвечивается надпись авто, а вот этот вот индикатор бегает между четырьмя делениями. В таком режиме это устройство без каких бы то ни было настроек может автоматически измерять ток, напряжение, сопротивление и осуществлять прозвонку. Давайте это опробуем. Вот здесь у меня находится проводник, по которому протекает ровно один ампер тока. Здесь у меня источник переменного напряжения. Здесь у меня источник постоянного напряжения, сопротивление и кусочек пластины, на которой проверим прозвонку. Что ж, начинаем с тока. Берем проводник в захват. И видим, что по проводнику действительно протекает плюс-минус 1 ампер тока. Далее, опять же, не нажимая никаких кнопок, просто берем и вставляем щупы в розетку. Клещи произвели измерение, и мы видим, что у нас в сети 50 Гц и 216 Вольт. После этого, опять же, не проводя никаких настроек, обратимся к источнику постоянного тока. Батарейка полностью заряжена, 1,6 Вольта. Далее, резистор. Прикасаемся к обоим выводам. И устройство проводит замер 10 кОм. Ну и, наконец, прозвонка. Что касается прозвонки, это самое слабое место данного режима. Дело в том, что в этом режиме прозвонка очень-очень медленная. Радует разве что то, что прозвонка дублируется зеленым LED-индикатором. Таким образом, повторюсь, сразу после включения, не трогая никаких кнопок, не производя никаких настроек, вы сразу можете в автоматическом режиме производить сразу несколько типов измерения. Как по мне, очень удобная функция. Теперь от полностью автоматического режима давайте перейдем к мануальному режиму работы. Для этого нажимаем на первую кнопку с пометкой Function. Как видите, одинарное нажатие позволяет выбрать необходимый режим вручную. Что касается длительного удержания, то он снова активирует автоматический режим. Первый режим, с которым будем разбираться, это, естественно, измерение тока. Так по умолчанию у нас активируется режим измерения постоянного тока. Нажимаем на кнопку Select, переключаемся на измерение переменного тока. Еще одно нажатие, активируем режим измерения пускового тока. Еще раз и снова возвращаемся к режиму постоянного тока. Тут стоит отметить, что когда в начале ролика я говорил о преимуществах токовых клещей перед мультиметрами в плане измерения тока, я не упомянул об одном моменте. Все же маленькие токи намного точнее измеряет именно мультиметр. Токовые клещи заточены немного под другое, наоборот, под большие токи. И все же проверку давайте начнем именно с малых токов. Так сейчас регулируемый блок питания выдает приблизительно 50 миллиампер. Что касается точных показаний, то по факту на выходе у нас примерно 61 миллиампер. Давайте посмотрим, что покажут клещи. Перед началом измерений вам стоит учитывать один важный момент. Когда вы подносите клещи к участку, где будете производить замер, на них уже могут оказывать влияние ближайшие проводники, давая наводки, которые вы сейчас можете видеть на дисплее. Чтобы избавиться от этих наводок, нужно активировать режим относительных измерений, то есть сбросить клещи на ноль. Для этого нажимаем и удерживаем кнопку select. После этого проводим замер. Берем проводник и одеваем на него клещи. И как видите, в таком режиме мы намерили примерно 0,08 ампера. Вот сейчас 6. Как видите, показания гуляют, то есть клещи не могут очень точно измерить совсем уж маленькие токи. Правда, точность показаний можно повысить. К примеру, сделав несколько петель из того самого проводника. Ну если, конечно же, размеры проводника это позволяют. Так сейчас я сделал 3 петли и получаем 150-170 миллиампер. Делим на 3 и на выходе получаем 50-60 миллиампер. Плюс-минус столько и выдает наш блок питания. То есть с помощью этих клещей все-таки можно измерить достаточно маленькие токи. В крайнем случае придется пойти на хитрость с несколькими витками проводника. Также будет не лишним посмотреть, как эти клещи справляются с измерением достаточно большого тока. И тут предлагаю сравнить их показания с показаниями более продвинутого устройства. Итак, в поисках приличных токов я отправился под капот своего автомобиля. Кто не в курсе, в момент пуска мотора стартер может потреблять не одну сотню ампер. Такое положение вещей позволит нам опробовать клещи в плане измерения пусковых токов. Так что активируем под режим InRush и приступаем к замерам. И да, результат будем сравнивать с более продвинутым конкурентом. Куда же без этого. Итак, оба прибора одеты на минусовой проводник аккумулятора и готовы к замеру. Поехали. И пусковое значение тока успешно зафиксировано. Так, по данным клещей GVD пусковой ток составил 619 ампер. А по данным клещей Kivitz 593 ампера. Результаты в принципе близкие. Удивило, что 166b, имея ограничение в 600 ампер, все же зафиксировали ток чуть больше этого значения. Что ж, давайте повторим тест. Поехали. И вот тут, как видите, диапазона измерения у GVD 166b не хватило. Пусковой ток в этот раз составил почти 640 ампер. И для GVD это уже слишком. Все, что он смог сделать, это выдать предупреждение о выходе за пределы измерения. Что ж, хоть какая-то информация. В общем, делаем вывод. С измерением пусковых токов до 600 ампер новичок справляется хорошо. Ну а если вам нужно измерять более высокие токи, придется присмотреть клещи посерьезней. Помимо больших токов, автомобиль может быть источником и малых токов. К примеру, в режиме покоя автомобиль должен потреблять от 40 до 80 миллиампер. По некоторым данным, до 100 миллиампер. Все, что выше, называют утечкой или повышенным расходом энергии. Ну а чем чреват повышенный расход энергии, думаю, объяснять не требуется. Что ж, давайте посмотрим, справятся ли клещи с измерением тока утечки. Для этого я зажал концевик капота, чтобы сигнализация не ругалась и поставила автомобиль на охрану. Пока автомобиль потребляет около 1 ампера, но через несколько минут он уснет, отключив практически все потребители. И да, если что, на данном автомобиле ток в режиме сна проверенно составляет около 60-70 миллиампер. Посмотрим, что покажут клещи. Итак, прошло достаточно времени и машина наверняка уснула. Давайте проведем замер. И здесь крайне важно произвести обнуление клещей. Даже малейшие наводки могут нам помешать. Итак, при первом замере мы видим ток в 60 миллиампер, который, впрочем, очень быстро начинает плавать. Все же, как я и говорил ранее, измерение малых токов это слабое место клещей. Плюс-минус та же самая история и с более серьезными клещами. В среднем они намерили около 100 миллиампер. Так что для малых токов это не лучший вариант. Впрочем, если ток утечки перевалил за полторы-две сотни миллиампер, даже клещи позволят обнаружить такую проблему. Теперь давайте от одного белого агрегата переместимся к другому, а именно к холодильнику. Тут я также решил измерить как пусковой, так и рабочий токи, для чего даже изготовил специальный удлинитель. Для начала мы снова проведем замер в режиме InRush. Знаю, для многих становится открытием, что компрессорный холодильник при запуске потребляет очень приличные токи. Давайте выясним, какие. Итак, клещи подключены. Теперь подключаем холодильник. И видим очень интересную картину. GD-166B исправно отработал и измерил пусковой ток в 9,6 ампера. А вот для старшего собрата такой ток, похоже, оказался слабоват и был просто проигнорирован. Похоже, мы нашли еще один момент, в котором более дешевые клещи обгоняют конкурента. Ну и да, 9,6 ампера умножаем на 220 и получаем мощность в пике более 2 киловатт. Вот вам и ответ, почему для холодильника нужен очень мощный инвертор, если вы хотите запитать его автономно. Ну а что касается потребления в рабочем режиме, тут оба прибора едины в показаниях и выдают около 700 миллиампер. Умножаем 0,7 ампера на 220 вольт и получаем паспортный 150 ватт потребления, как и должно быть. В общем, как видите, клещи весьма неплохо справляются со своей основной задачей. А именно, измерением как относительно небольших, так и огромных пусковых токов. А значит, мы можем двигаться дальше. Идем далее, переключаем режим. И теперь давайте посмотрим, насколько эти клещи точно измерят постоянное напряжение. Для этих целей воспользуемся сверхточным источником постоянного напряжения на базе микросхемы AD584. Насколько эта штука точная, сможете погуглить сами. Итак, подключаем щуп. Сейчас у нас устройство в режиме выдачи 2,5 вольт. Подключаемся и видим 2,498 вольта. Показания очень точные. Переключаемся на 5 вольт. И на экране видим практически 5 вольт ровно. Снова переключаемся на 7,5 вольт. На экране видим 7,49 вольта. И, наконец, 10 вольт. На экране видим 9,98 вольта. Что ж, как по мне, в плане измерения напряжения постоянного тока эти клещи вполне справляются. Теперь, находясь в том же режиме, нажимаем на кнопку Select. И теперь сможем измерять напряжение переменного тока. К сожалению, тут сверхточного источника у меня не имеется. Зато имеется обычная розетка. Давайте посмотрим, сколько вольт в ней намерил обычный и проверенный временем мультиметр. 216 вольт. Теперь подключимся к клещам. Надеюсь, меня при этом не убьет током. И посмотрим, сколько выдадут они. По итогу на экране видим частоту практически 50 герц и напряжение 217 вольт. Как по мне, показания сходятся. И да, если кого-то смущает, что я один китайский прибор сравниваю с другим китайским прибором, поймите одну простую истину. Если хотя бы один из приборов привирает, то они никогда не покажут одинаковых значений. Идем далее. И следующий на очереди режим измерения сопротивления. В данном случае предлагаю проверить наши токовые клещи с вот этим весьма точным транзистор-тестером. Так, по данным этого транзистор-тестера, сопротивление вот этого маленького элемента составляет 9793 Ом. Проверим, что покажут токовые клещи. И как видите, клещи намерили плюс-минус то же значение, около 10 кОм. Еще раз переключаем режим и активируем режим прозвонки. Для данного теста я решил установить комплектные щупы. Что касается щупов, кстати, ничего ни хорошего, ни плохого сказать не могу. Это просто обычные дешевенькие щупы с проводами в ПВХ-оболочке. В любом случае, хотя бы контакт у них достаточно неплохой. Как и скорость прозвонки этих клещей в мануальном режиме. Как вы могли видеть ранее, в режиме автоматической работы прозвонка очень сильно запаздывала. Так вот, в мануальном режиме... Она абсолютно мгновенная. Я вообще никакой задержки не замечаю. Покрытие у щупов также весьма хорошо проводит ток и никакой задержки не дает. Ну и да, опять же напоминаю про... Опять же напоминаю про светодиодный индикатор. Достаточно удобная штука. Снова нажимаем на первую кнопку и на этот раз активируем режим прозвонки диодов. В этом режиме на щупы подается примерно 3,25 вольта. Чего, как показала практика, вполне достаточно для того, чтобы зажечь светодиоды. Даже белые или синие. Следующие два режима, которые отвечают за измерение очень малого напряжения, а также частоты, я предлагаю пропустить. Все дело в том, что у меня банально нет источников ни того, ни другого. Поэтому нажимаем кнопку несколько раз и переходим к режиму измерения емкости. В данном тесте предлагаю измерить емкость вот этого здоровенного электролита и вот такого керамического малыша. Так, по данным традиции тестера, емкость этого керамического конденсатора составляет 471 пикофарад. Посмотрим, что скажут токовые клещи. Подключаем радиодеталь и смотрим на дисплей. 487 пикофарад. Результат очень близкий. Теперь разберемся с электролитом. Подключаем его также к транзистор-тестеру и проводим измерения. Емкость конденсатора приличная, поэтому транзистор-тестер призадумался. Но в итоге выдал результат 9541 микрофарад. Посмотрим, что покажут токовые клещи. Кстати, клещи справились побыстрее и выдали результат в 9,37 милифарада. Также достаточно близкие значения. Следующий режим отвечает за измерение температуры. И чтобы его проверить, я, во-первых, подключил к клещам специальную термопару, которая шла в комплекте. А во-вторых, взял бокал, наполненный водой со льдом. Пока лед не растаял, температура воды должна быть около 0 градусов. Давайте проверим. И как видите, прибор показал 2 градуса. В принципе, неплохо, если учесть, что в некоторой мере воду нагревает достаточно крупный бокал. И да, за кадром я также проверил показания и на кипящей воде. И не поверите, увидел 98 градусов. В общем, с измерением температуры здесь все тоже более-менее прилично. И, наконец, испытаем последние режимы, а именно NCV и Live. Так, первый позволяет бесконтактным методом обнаружить напряжение в проводнике. Применяется, к примеру, для обнаружения проводки под штукатуркой. Так, сейчас клещи без труда детектируют проводку, заглубленную на 1,5-2 см в гипсовую штукатурку. Что здорово, видит прибор проводку, даже когда цепь разорвана. Да, в таком случае чувствительность пониже, но, как видите, найти провод все же можно. Ну, а что касается под режима Live, он позволяет просто и наглядно определить фазный проводник. Так, как видите, на подключении к правому контакту розетки реакции 0. А вот когда я подключаюсь к левому контакту, фаза себя обнаруживает. Обнаруживая фазный провод, клещи оповещают нас звуковым и световым сигналом. Простая, но удобная и полезная функция. Если помните, в самом начале я обещал произвести замеры потребления этого устройства, и настало время сдержать обещание. Так, давайте подключим мультиметр в режиме измерения тока в разрыв цепи питания и посмотрим, сколько же кушают эти токовые клещи. Итак, подключаемся. Во время запуска потребления 33 миллиампера. И далее в авторежиме потребление устаканивается на значении в 35 миллиампер. Мне бы сейчас хотелось поклацать разные режимы, возможно, в них потребление отличается, но, к сожалению, третьей рукой я для этого не обладаю. В общем, в расчет берем 35 миллиампер. И если учесть, что емкость таких батареек около 1000 миллиампер часов, то получим в итоге около 30 часов непрерывной работы. Да, конечно, побольше, чем у мультиметров с обычным экраном, но, как по мне, и BNT-дисплей заслуживает того, чтобы почаще менять батарейки. Ну и теперь, раз уж залезли в батарейный отсек, давайте проведем полную разборку устройства. Знаю вам, наверняка очень интересно взглянуть на то, как оно устроено. Как видите, скручен корпус с помощью двух винтов, один сверху и один в батарейном отсеке. Давайте выкрутим оба. После того, как оба винта выкручены, аккуратно разделяем половинки корпуса устройства. Как видите, батарейный отсек подключается с помощью подпружиненных контактов. И теперь можем внимательно рассмотреть внутреннюю начинку клещей. Так, в верхней части достаточно аккуратной зеленой платы видим пищалку. А также шлейф из шести проводников, который уходит в зажим. Чуть ниже находится еле заметный подстроечный резистор. Трогать мы его, конечно, не будем. Показания и без того точные. Под ним находится многопозиционное реле, которое отвечает за переключение режимов работы. А сейчас вы можете рассмотреть маркировку микросхем, которые установлены на эту плату. К большой радости, среди них нет ни одной черной капли. Все микросхемы корпусные, а значит подлежат замене в случае поломки. Маркировку этих самых микросхем, думаю, вы без проблем разглядите на стоп-кадре. А вот еще одна крупная микросхема, часть маркировки которой, к сожалению, затерта. В целом, что касается платы, выполнена она достаточно аккуратно, придраться мне особо не к чему. И да, возвращаясь к потреблению токовых клещей. Для того, чтобы ваши батарейки по случайности не разрядились слишком быстро, клещи были оснащены функцией автоотключения после 15 минут бездействия. Прибор сначала за минуту звуковым сигналом оповестит вас о том, что планирует отключиться, а затем, собственно, отключится. При этом, если вы хотите, чтобы прибор работал без автоматического отключения, нужно просто включить его с зажатой кнопкой Function. На экране пропадет пиктограмма автоотключения, и клещи перестанут засыпать. Однако, каждые 15 минут все-таки будут напоминать о том, что они включены звуковым сигналом. И вот теперь, думаю, можно переходить к итогам. Тут скажу, что в целом клещи оставили у меня приятное впечатление. Для прибора своей цены они дают весьма приличный функционал, а также точность. Отдельно отмечу режим авто. Повторюсь, я впервые встречаю его в клещах, и как по мне, это очень удобно. Здорово, что измерение тока включили в этот режим. А еще хочется выделить прозвонку в мануальном режиме, она просто мгновенная. Что касается дисплея, тут все зависит от ваших приоритетов. Если для вас повышенный расход критичен, это не ваш вариант. А если же комфорт от использования для вас подороже трех батареек, тогда крупный, яркий и контрастный экран этих клещей вас порадует. Плюс-минус тоже могу сказать и про управление. Лично мне нравится современный тренд на кнопочное управление. Но я знаю людей, которые просто не мыслят мультиметры без дискового переключателя режимов. Так что и этот параметр оставляю на ваш суд. В любом случае, каких-то криминальных минусов и просчетов я у этих клещей не увидел. Добротный, удобный и точный приборчик за адекватные деньги. Такой вот мой вердикт. Надеюсь, вам это видео помогло определиться с выбором, или хотя бы немного развлекло. Мы старались сделать его максимально информативным и объективным. Не забывайте про лайки, позитивные комментарии и делиться этим роликом с друзьями. А также заглядывайте к нам в социальные сети и, конечно же, на Бусти. В общем, смотрите канал выгодных покупок и берите от жизни лучшее.